Бунт у Лукьяновского СИЗО в Киеве. Толпа попыталась помешать вывести из изолятора бывших бойцов батальона «Торнадо». Пришлось задействовать спецназ, нацгвардию. Куда и зачем вывозили заключенных? Кто не давал этого сделать? Ответы на эти вопросы искал мой коллега Руслан Свищук. Он сейчас на прямой связи с нами. Там находится на месте событий. Руслан, расскажи, в чем суть конфликта и что происходит прямо сейчас? Наталья, на данный момент здесь достаточно спокойно. Большинство сторонников торнадовцев уже разошлись. Хотя само Лукьяновское СИЗО находится на таком, знаете, полуосадном режиме. Потому что вокруг рассредоточены десятки спецавтомобилей. Автомобилей полиции, автозаков, скорой помощи. Внутри в полной боевой выкладке находятся автоматчики. Также там находятся бойцы нацгвардии со щитами. Ну и в спецснаряжении вот так при нас сторонники обвиняемых бойцов торнадо остановили скорую помощь. Несмотря на сопротивление медиков, они ее открыли, чтобы посмотреть, кто же там находится, кого вывозят из-за пенитенциарного учреждения. А сама эта ситуация началась с того, что обвиняемые торнадовцы через социальную сеть Facebook в прямом эфире, в режиме трансляции обратились к своим сторонникам и призвали их собираться вокруг СИЗО. Значит, причиной этому послужило то, что якобы их собирались развести по разным пенитенциарным учреждениям, как они сами говорили, сломать их, заставить оговорить себя. Вот при этом они это все в прямом эфире транслировали. Они забаррикадировались в камере. И есть информация, что при этом были вооружены холодным оружием, возможно, ножами. И, соответственно, в Лукьяновское СИЗО прибыл спецназ пенитенциарной службы. Ну, а перед входом начали собираться сторонники торнадо. Привезли их хлопцам передачи. То есть передачи у них приняли. Потом, поразъезжали по своих справах, когда мне позвонила Лиля, что идет штурм торнадо. И они забаррикадировались. Мы тут где-то с половиной. Их пытались вывезти из лечо-изолятора. Дознавшись про это, они категорично отказались выходить из камер, забаррикадировались в камеры. И использовали те средства, которые могли бы использовать. Но сейчас уже стало известно, что там использовались и вибуховые пакеты. И после обшуков уже, по результатам событий, было найдено и холодное оружие, были найдены электрошокеры, вибуховые пакеты и так далее. Поэтому эта акция готовилась уже давно. И, в принципе, такая информация была еще десь начинающий с сечня месяца этого года. В результате нескольких часов противостояния, в результате камеру разблокировали. Вот есть информация о том, что пострадал как минимум один правоохранитель. При этом, по словам сторонников торнадо, экс-командир подразделения Руслана Нищенко был вывезен из Лукьяновского СИЗО в неизвестном направлении. Перед самим СИЗО вспыхнуло несколько столкновений с полицией. Симпатики торнадо пытались даже поджечь шины. Им это не дали сделать полицейские нацгвардейцы. И вот в процессе этих столкновений травмы получил адвокат торнадовцев Юрий Кармазин. Он был госпитализирован. Что хочу добавить в этой ситуации, уже видно как минимум одно нарушение. Дело в том, что по действующему законодательству, находящимся в СИЗО, запрещается пользоваться мобильной связью, интернетом. Тем не менее, было допущено нарушение режима содержания. И это отчасти привело к столкновениям перед самим СИЗО. Также хочу напомнить, что экс-бойцов торнадо обвиняют в совершении ряда тяжелейших преступлений. Тут и создание преступной группировки, похищение людей, пытки, издевательства, доведение до самоубийства, сексуальное насилие и изнасилование. И если их вина будет в суде доказана, в совершении этих преступлений, им грозят очень серьезные и большие сроки тюремного заключения. Наталья? Спасибо, Руслан. Руслан Смещук о сегодняшнем инциденте возле Лукьяновского СИЗО в столице.